Полчища тараканов на своих соседей насылает Плюшкин в Приокском районе. Добропорядочные жители дома совершенно беспомощны перед асоциальным гражданином, который свою квартиру превратил в помойку. Слой мусора почти до потолка. Никаких мер к нему не могут принять ни полиция, ни коммунальщики, ни администрация. Сам Плюшкин, опасаясь соседского гнева, из квартиры выходит только по ночам. Кроме того, попасть и выйти из квартиры это вообще дело нелегкое. Войти туда невозможно, выйти невозможно. То есть, как вам еще это описать, процесс? Что еще нужно вам доказать и показать, чтобы вы понимали, что жить невозможно в этом подъезде? Вот, пожалуйста, смотрите. Это Горечка тараканова, губочка. Это, да, издневный ритуал у всех, кто живет на этой площадке. Его с работы уволили, сократили, и он начал, как бы, цепить, гулять и бомжевать. Сначала он копил картон, потом, я так понимаю, что, поскольку у него есть нечего, он еще и добывал мешки с мусором, чтобы посмотреть, что там, ну, какое-то пропитание, скажем так. У него такие склады, что я просто боюсь представить, какие там популяции этих ужасных насекомых. Ну, это же только цветочки, там это еще сильно воняет все. Пыталась с ним поговорить, он сказал, что, а что, вам в разы пахнет? Вот так вот. Андрей, это соседи. Это, если даже не спросите, он в голове не открывается. К сожалению, вот так происходит каждый раз. К матери тоже обращались, к матери говорили, а мать говорит, я ничего не могу с ним сделать. Мать сама больная, сама парализованная, может сказать, кормить его никто не собирается. Ему надо кушать, ему надо, соответственно, выпить. И получается, вот такая, страдаем, грубо говоря, мы. Абсолютно ему наплевать, что думают про него другие жители. Он просто прячется, не выходит на контакт, старается входить вечером. Он открывает ночью, видимо, знает, что люди будут ругаться. Открывает вечер. А, да, да. И делает себе вентиляцию. Каждое утро наблюдаем, что у нас тараканов увеличивают. То есть, он их вытаскивает. Да, то есть, нам остается только дихо-постом ходить, в котором сюжет не ешь. Это вообще невозможно. Мы обращались в ДУК, приходили в полицию. Полиция кидает это все на администрацию. Администрация говорит, мы ничего не можем сделать. Квартира находится в частной собственности. Право доступа может быть предоставлено только по решению суда или самого собственника. На частную территорию мы не можем врываться. То есть, мы столкнулись с самой тяжелой проблемой, когда человеческая собственность не прикосновена по нашему законодательству. И мы не вхожи, и мы ничего не можем сделать. Как сейчас вот жителям быть? Ну, пока потерпеть, места общего пользования домоправляющей компании обработает. Это однозначно. В течение этой недели обработает специализированная организация места общего пользования. То есть, это подвалы, это лестничные клетки. Здесь нужно понимать, что основная проблема, она находится в жилище этого человека. Жилье приватизированное, то есть, это собственник, он обязан содержать свое жилое помещение в нормальном состоянии. И, в общем-то, у домоправляющей компании никаких полномочий на вышибать дверь, врываться и проводить обработку нет. Если действительно этот товарищ не примет никаких действенных мер, мы направим обращение в суд. Но эта процедура не быстрая и, наверное, не будет положительного результата. Но, несмотря на пессимистичные прогнозы, сразу после нашего вмешательства в эту ситуацию, все органы действовать начали. Были найдены родственники этого любителя мусора, которые организовали уборку. Там уборку в помещении проводите? Да. А там сам хозяин квартиры на гости? Ему нет. А где он? Ну, нет его. А как вы прошли туда? А мы волонтеры, нам дали ключ, мы убираем. Мы хотели бы узнать, сам Андрей сейчас где находится. Не знаю. Вы родственник? Да. Там какой мусор-то? Кастрюльки, сковородки. Мы пришли посмотреть, изучить ситуацию с целью оказания срочных услуг. Это первое. И второе. Если человек нуждается в социальном обслуживании, мы его будем вставить на социальное обслуживание и обслуживаться с социальным работником. Кстати, как нам сообщили, хозяин этой квартиры забрал к себе жить один из родственников. Но совсем или он все-таки вернется в свою квартиру после уборки, пока не ясно. Продолжение следует. Продолжение следует...